Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Ирина Ясина. Моя программа «Жажда жизни». Я вас поздравляю, во-первых, с концом рабочей недели, а во-вторых, с тем, что всё-таки пришла весна. Вот сегодня мы это почувствовали, наконец-то. Хотя ночью, как водится, минус 11, но того гляди прорвёмся. Я не хочу ничего говорить сейчас о политике, потому что о политике мы поговорим наверняка в течение программы, потому что с моими сегодняшними гостями мне не удастся. Эту тему обойти. Да я, в общем, и не буду пытаться. Мои сегодняшние гости поистине замечательная пара. При виде таких людей мне всем жалко, что я муж не имею. Думаю, вот был-был-был у меня муж, у меня их было несколько, но всё как-то не очень удачно. Думаю, как бы хорошо, вот такое вот единство взглядов, такая вот поддержка, опора, так прям замечательно. Я думала, что это только у моих родителей бывает, а оказывается нет. И у моих ровесников тоже. Вот сегодня у меня в гостях замечательная чета, замечательная пара. Екатерина и Владимир Мерзоева. Кать, когда узнала, что я зову вас вдвоём, Володя, на программу, она сказала, ну ладно, зачем? Это он великий, а я-то чего? Вот на самом деле это совершенно всё не так, потому что был бы он великий, если бы тебя рядом не было. Я сразу говорю, что я не буду скрывать того, что мы с вами в хороших дружеских отношениях, и прошу прощения за то, что тыкаю вам в эфире. Вот Владимир Мерзоев, Владимир Владимирович, вот произношу это, я же вздрагиваю. А Владимир Владимирович Мерзоев, замечательный русский режиссёр, кинотеатральный и любимый нами. Вот, а Катя Мерзоева, не знаю, как тебя по-батюшке. Тоже Владимир. Тоже Владимир, ну хорошо, ладно. То есть, ну вы не брат и сестры. Нет. Катя жена Владимира Владимировича Мерзоева, продюсер, продюсер фильма «Борис Гудунов», который, я думаю, многие из вас видели, а кто не видел, очень советую посмотреть, потому как удивительным образом неизменённый текст Пушкина, положенный на картинку современной жизни, смотрится, ну просто, вот, всё это вместе, как такое родное и удивительное. Вот я хочу поговорить с Мерзоевыми о том, что такие, как мы, такие, как они, люди, которых, наверное, многие из вашего, друзья мои, так скажем, не класса, а вашей тусовки, наверное, считают немножко сумасшедшими. Потому что вместо того, чтобы зарабатывать бабло, там, я не знаю, ставить всякие митинги Единой России или там момент назначения одного из дум Верата, то одним, то другим, там, выстраивание всяких красот, там, и пение, и поддержки Владимира Владимировича, не того, который ты, вы, вы почему-то занимаетесь вот совершенно другими делами, не только творчеством, но и в неком смысле оппозиционной деятельностью. И вот это ощущение того, что искусство неравнодушно, каждый раз возникает у меня, когда я на вас гляжу. Вот, и я этому очень радуюсь, потому что, вот, собственно, последнее, что я расскажу, потом мы перейдем к диалогу, это то, как мы с Катей познакомились. Потому что для меня это было крайне важно. Я не помню, кто позвонил, Кате или Эрика Ворнова, жена Григория Чехартишвили, которого вы все знаете, как Бориса Акунина, и сказали, «Ребята, а мы можем собрать подписи всяких знаменитых-знаменитых звезд за освобождение Светланы Бахминой. Это нужно?» Мы сказали, «Конечно нужно!» Прямо очень нужно. «А вот каких звезд?» И вы перечислили фамилии, начиная с Жванецкого и кончая Хабенским. То есть всех-всех-всех, вот кого мы знаем, кого мы видим, ну, вы знаете лично. И я подумала, а зачем вот этим вот двум, в общем, таким, наверняка очень крутым там женам, известного режиссера, известного писателя, вот нужно сидеть на телефонах, обзванивать, договариваться, чтобы люди поставили подписи и так далее. Вот почему-то это оказалось нужно. Вот, собственно, об этом я и хочу поговорить. Кать, почему это оказалось нужно? Ну, в первую очередь, это было нужно нам с Эрикой, я думаю. Ну и Володе, конечно, с Гришей. Я помню этот митинг на Чистых прудах. Подожди, вы подписи собирали до того? Нет-нет, это был, это, по-моему, был день рождения Светы в октябре, если я не ошибаюсь, и мы собрались в поддержку её. Какой год это был? Ну, это было за год. Нет-нет-нет, это было за год, как вот её выпустили, потому что всё равно... Значит, 2008-й, значит? Ну, может быть. Её в девятом выпустили. Да, наверное, восьмой тогда, да. И вот мы стояли в октябре, это был октябрь месяц, мы там стояли, но мне показалось, что народу очень мало. То есть не то, что показалось, там было не так много, в общем. И вот какие-то такие вот горстки. Пришла эта идея, всё-таки, ну, как сказать, это дико несправедливо было, потому что, ну, те люди, кто хотели знать, они понимали, что Света сидит как заложница. Я напомню, что Светлана Бахмена сидела в тюрьме по делу Юкоса, потому что она была юристом, исполнителем в компании Юкос, который, а следователи наши не могли поймать и посадить её непосредственно начальника Гололобова, который успел уехать в Лондон. Поэтому вот эта мама двух маленьких мальчиков села в тюрьму за него, где просидела четыре с половиной года. Да, вот. И почему-то вот именно, ну, какая-то дикая несправедливость, а главное, меня поразила такая, ну, такое равнодушие вот всех. То есть, ну, как, ну, молодая женщина с двумя маленькими детьми, уже беременная. Причём, вот по поводу её беременности, сколько гадостей мы выслушали. От Марии Арбата были. Да, например, от Марии. Ну, не только. Там, в общем, были яркие представители. Ну, просто Мария Арбата мы знаем. Да, да. Вот. И, конечно, очень хотелось помочь, потому что мне казалось какой-то вопиющей несправедливостью. И мы подумали, а что вот если действительно, ну, то есть там люди людьми уже шла, по-моему, уже собирали... Нет, ещё не начинали. Да, точно. Мы как-то вместе это начали. Правда, правда. Вы чуть раньше. Да, да, да. Вот. И мы решили, что вот, ну, всё-таки мы надеемся, что приличные люди есть, и они могут... Их оказалось довольно много. Довольно много, да. Насколько я помню, 80 подписей было. Да, да. Скажи, пожалуйста, а кто-то отказывался? Да, отказывались. А с какой? В грубой форме, я бы сказала. Посылали вас? Да, было такое. Не буду спрашивать, кто, но насколько часто? Ну, я могу так сказать. Вот если было 80 подписей, ну, наверное, где-то человек 8, может быть, 10. Ну, это хороший процент. Да, процент неплохой. У него всё равно это было радостно. Всё равно это было радостно. И, в общем... Нет-нет, мы... Ну, вот, и, собственно, так и началось. Вот с этого началось. Так и началось наше знакомство. Да, правда. А вот теперь перейдём к творчеству. Поскольку ты, Катя, была продюсером фильма «Борис Годунов», который в прокате провалился. То есть проката не было. Я провалился, если бы у нас было телевидение, все бы увидели, как я замахала руками, изображая кавычки. Проката не было. На что вы рассчитывали, когда вы выпускали такой острый, такой социальный, такой злободневный, несмотря на Пушкина фильм? Ну, во-первых, мы, конечно, больше всего рассчитывали на то, что Пушкин... Все будут так радоваться, как же замечательно звучит Пушкин в наше время. Правда, хорошо звучит. Да, да. То есть мне казалось, мне вот лично казалось, что мы совершили такой, в общем, достаточно геройский поступок за очень небольшие деньги, фактически на энтузиазме. Мы вот Александра Сергеевича вот показали с такой неожиданной стороны. Собственно, Шекспир стал известен широко публике вообще в 20 веке, благодаря кинематографу. Он, так сказать, был в театре известен, но что это можно... Ну, как бы, что это стал драматург номер один в мире. То есть вы рассчитывали на то, что русский народ узнает Пушкина ближе. Совершенно верно. Благодаря вашему творчеству. Более того, русский народ, хоть такая есть расхожая фраза «наше всё», но тем не менее, что вот они, наконец, действительно увидят. Да какой же... Ну, разумеется. Услышат, да. Разумеется. Потому что, например, когда я училась в школе, у нас Борис Годунов был факультатив. Это даже в программу вообще не входило. В факультатив учителя сами решали вот как бы дать это своим ученикам или нет. Но пьеса-то потрясающая. Ну, самое главное, что там многое звучит, как будто действительно написано вчера. Вчера. А особенно в исполнении Максима Суханова это было прекрасно. Совершенно. Володя, а как удалось привлечь таких замечательных артистов в этот фильм? Замечательных, популярных, раскрученных. Суханов, Мерзликин, масса других. Они понимали, что ты делаешь? Что это будет именно так остро-социально? Ну, я думаю, что догадывались, конечно. Может быть, кто-то не понимал и скрывал это. В основном, конечно, понимали. мы же репетировали, делали разбор каждой сцены довольно подробный такой, тщательный, поэтому говорить приходилось обо всем. это Мерзликин на БТР, который въезжает в пределы Руси. Это, конечно, одно из самых сильных впечатлений от кинематографа вообще. Ну, одна из самых страшных сцен для меня, продюсера. Как для продюсера, почему? Ну, потому что это была ужасная погода, всё залило, мы приехали на этот полигон, стало, то есть мы, вернее, мы не приехали, приехала группа, я была дома с температурой 38, и мне звонила наш линейный продюсер, говорил, что всё, снимать нельзя, нужно смену завершать, заканчивать, ничего не будет. Ну, в общем, БТР застревал, в грязи, его вытаскивали бульдозером. российская, это было ужасно, это было ужасно, но сняли, тем не менее. Но, тем не менее, фильм вы попытались разместить в интернете. А насколько успешно? Ну, вообще-то его за нас разместили в интернете. Первоначально, да? Сначала. То есть пиратская копия была на Ютьюбе? Нет, на самом деле она была не пиратская. История была очень смешная, ну, теперь она смешная, конечно, когда всё это случилось, мы, в общем, были в ужасе абсолютном. Замечательные вот кинокритики из гильдии кинокритиков, они хотели, очень хотели как-то этот фильм отметить, или же фильм в основном, даже не столько режиссёра, и они очень хотели устроить показ для вот гильдии кинокритиков в международном университете, который вот бывшая высшая партийная школа. Это Попов, который, Красавченко. Красавченко, да, совершенно верно. Вот, и мы туда пришли, и, значит, были студенты, были преподаватели, был сам Красавченко, нет, всё было, так сказать, прекрасно. Витя Матизин, который устраивал этот показ. Да, он, так сказать, это представлял, из критиков пришёл Юрий Гладильщик. Всё. Вот, ну и вот на этом самом показе, собственно, и произошло то, что там был зазор в какие-то там минуты, ну, в общем, успели этот диск, перекатать диск был достаточно хороший, то есть он был вполне себе качественный, в общем, ну, я даже рада, что в интернете в итоге люди смотрели хорошую копию, как бы не так. Скажи, пожалуйста, а то, что никто из каналов не купил фильм, это страх перед Пушкиным или страх? Это не так, на самом деле, значит, во-первых, долго, да, сначала долго никто не покупал, ничего, но, например, Александр Гордон, так получилось, что он оказался на премьере этого фильма, потому что он дружит с художником нашего фильма, он сразу сказал, что он готов, и мол, типа, давайте разговаривайте, но потом начались какие-то странные вещи, я думаю, что да, что, так сказать, вот такой восторг по поводу фильма он немножко напугал. В конечном итоге фильм был куплен Первым каналом уже год почти назад, но так и не показан, никто не знает, так вот о том, почему не показан этот фильм до сих пор, и о том, почему нас так съедает тот страх, который сами мы себе придумываем, мы поговорим после минутки рекламы. Я на всякий случай объявлю телефон в студию, если вдруг кто хочет нам позвонить, это 495-код Москвы, а телефон 6510-99-6. И мы дальше продолжим про тот страх или какие-то другие человеческие качества, который не позволил Первому каналу до сих пор показать купленный фильм. Я не буду спрашивать, почем, думаю, что все-таки не очень ежедневно. Нет, ну мы все равно были, нет, это было, как сказать, сравнительно неплохо по сравнению с тем, что мы вообще ничего не заработали. Но деньги вам отдали? Да-да-да, они купили официально, с договором, то есть это все же такой хороший способ, на самом деле, замотать что-то, купить, чтобы больше и положить куда-то. То есть стоит дорого, но тогда уже есть гарантия, что никто другой не купит. Как же покупать, если купил Первый канал? Может такое? Ну, на самом деле, здесь еще есть условия договора, мы просто передаем, вот на год мы отдаем права полностью Первому каналу, мы не имеем права продавать больше никому. Вас так и как это, стреножили. Да, но это только год, а через год, в общем, мы можем еще куда-то... А сколько времени прошло? Ну вот, год будет в конце мая, то есть совсем немножко осталось. То есть всем, кто не смотрел Бориса Кудунова, я искренне советую это сделать, это замечательный, умный фильм. А уж какие стихи Пушкина, ребята, вы не представляете, сколько цитат из этого Пушкина мы употребляем из Бориса Кудунова каждый день, и половина, а то и больше нас не знает, что они оттуда, непосредственно из Бориса Кудунова. Володя, какая любимая сцена? Да, наверное, нет у меня любимой сцены, мне нравится композиция. Теликом? Да, мне нравится, как это сделано. Это фактически как кино сделано Пушкиным. То есть очень компактно все, все время переносится место действия из интерьера в экстерьер, короткие эпизоды. То есть он был хороший сценарист. Да, да, это еще Эйзенштейн отмечал киногеничность Пушкина, не только как мастера композиции, но и как мастера крупного, среднего, общего плана внутри стиха. У Эйзенштейна есть работа на эту тему, называется «Неравнодушная природа». Замечательный текст. Вот так вот необразованным нам надо почитать. Давайте вернемся в некое прошлое. Я вот сегодня залезла в Википедию, Володя, и с неким удивлением прочитала, что по первому своему образованию ты врач-дефектолог. Ну, это громко сказано. Первое образование я отучился один семестр. Ага, то есть сразу убежал. Ну, в общем, да. Там написано, что ты врач-дефектолог. Ну, учился на врача-дефектолог. Был дело, да. То есть понял, что не твой. Нет, дело не в этом. Просто я поступал во ВГИК, не поступил в тот год. Пошел учиться в МГПИ, а потом поступил в ГИТИС уже. Сгорел вчера ГИТИС. Да, я знаю. Знаешь, серьезно? У меня сегодня один мальчишка написал, я отвлекусь на секунду, написал, что он мечтает, инвалид, колясочник, мечтает поступить в ГИТИС, но здание старое, абсолютно не оборудованное. Но вот теперь оно сгорело, и поэтому есть надежда, что при реконструкции они сделают доступную среду, они будут обязаны, если, Женя, ты меня слышишь, то обязаны при реконструкции будут сделать все, и пандусы, и едешь ты на своей коляске, и будешь на режиссера учиться. Вот, кстати, тоже замечательно. Так, опять в прошлое, но уже ближе к нашему времени. Когда-то вы уехали в Канаду, оба. Расскажите, почему, и самое главное, почему вы оттуда вернулись? Володя. Наверное, Катя должна рассказывать эту историю, потому что... Потому что я была инициатором отъезда, на самом деле. Да, но уехали мы в Канаду в 89-м году, в начале, весной. Вам не нравилось перестрой? Нет, я не могу сказать, что мне нравилось или не нравилось. Меня страшно напугал Чернобыль тогда, потому что уже перестройка шла полным ходом, и власти повели себя совершенно как-то чудовищно по отношению к собственному народу. В общем, я поняла, что... В общем, не в первый раз. Нет, не в первый раз, но была заявлена, так сказать, другая позиция, да, что там люди, вот, ну, вроде как, они повернулись наконец к лесу передом. Ну, в общем, оказалось, что это не так. А главное, что тогда же не было информации, паника была страшная. И наш близкий друг, он просто был вот этим самым чернобыльцем, он тушил все эти... То есть он видел и вам рассказал. Он все это видел, он все это рассказал, он... Причем он такой не паникер совсем. И я после вот именно от этих страшных рассказов, спокойных, как они это делали, я поняла, что надо, конечно, уезжать. Но и к тому же мне казалось, что вот как-то эту страну уже вот невозможно расшевелить. Если бы я была твоим пиарщиком при слове «эта страна», я бы устроила тебе скандал. Это страна Советский Союз. Это страна Советский Союз. Я имела в виду тех людей. Та еще страна. Та еще страна. Хорошо. Именно. То есть ты решила, что вам надо уехать. Да, я решила, что ловить, как говорится, здесь совершенно нечего, что Володя тогда уже начал свою театральную деятельность, но тоже был такой, в общем, вполне себе, скажем так, несогласный с тем, что происходит. И, в общем, были свои сложности определенные. И тогда вот он собрался поступать на высшие режиссерские курсы к Быкову, Ролану Быкову. И я сказала, вот давай, это будет, так сказать, вот этой границей. Если ты поступаешь, мы остаемся. Если ты не поступаешь, мы уезжаем. Провалился? Ну да, но не приняли. Вдвое провалилась человек, Тодоровский и Мерзуев. А, ну понятно. Не поступили. То есть бесталантные. Да. Вот. И все, и мы уехали. Мы уехали, но мы долго достаточно путешествовали, как бы, конечная точка наша была Канада, но мы пожили какое-то время в Австрии, ну короткое совсем. Потом мы поехали в Италию, в Италию мы прожили почти год. Это было вообще одно из лучших моих впечатлений, потому что я до этого никогда никуда не выезжала, даже в Болгарию, поскольку требовалось там какие-то комсомольские... А ты активисткой не была? Нет. И членом партии никто из вас не был? Нет. Понятно. Ну хорошо. Дальше жизнь в Канаде мы опускаем. Она была сытая, спокойная, устроенная, но тем не менее в какой-то момент вы решили вернуться, тем самым перечеркнув мечту каждого советского человека свалить куда-нибудь вот отсюда. Кстати, многие из наших соотечественников и сейчас ту самую парадигму «надо валить» поддерживают всецело. Вот в какой момент вы решили, что надо возвращаться? Ну у меня было очень просто. Я последний раз передам слово Владимиру Мерзуеву. Тебе уже неудобно. Нет, вот знаешь, как раз... Кать, Кать, говори, потому что его много раз звали в эфир, его все слышали уже, а тебе еще нет. Знаешь, что на меня произвело... Ну, во-первых, могу сказать, что в 91-м году мы сидели у телевизора, смотрели CNN круглосуточно, буквально круглосуточно, и могу сказать, такая была смешная история, что когда снимали Феликса Дзержинского на Лубянке, в Москве уже было довольно поздно, а у нас-то как раз самый только разгар утра. И я звонила в Москву, значит, кричала, что Феликса сняли, народ мне не верил, они решили, что я просто с ума сошла в Канаде. Но тогда же, опять же, не было вот этой возможности все в прямом эфире показать тут же, как сейчас, да, там, мгновенный Инстаграм и прочее. Вот, но меня доконало вот что, когда Басаев в Буденовске вот устроил эту страшную бойню с заложниками, и мы там общались с нашими соотечественниками, ну, надо сказать, выборочно достаточно, и вот там один из них мне сказал так очень бойко и задорно, сказал, слушай, как нам повезло, ты представляешь? что мы уехали. Да. И вот это, причем это была, ну, такая, как бы, вполне распространенная версия вот в русской комьюнити, что, типа, как же нам вот повезло, вот как же здорово, что вот они там, посмотри, что творится, а мы здесь, как бы, в полном порядке. Вот меня это, меня это убило совершенно просто. Я помню, тогда вот это был первый, первая моя такая сильная стычка с соотечественниками, когда я сказала, что это совершенно отвратительно, и тут я поняла, что вот что-то больше я не могу тут сидеть и... Сколько вы прожили в Канаде? Пять с половиной лет. Немало. А в творчестве там ведь все было нормально. Я посмотрела, опять же, в интернете, чего ты там натворил, там большой список. Ну да, я много что успел там поставить и сделал парочку документальных фильмов. Кинематографом именно там начал заниматься. Правда, не игровым, а сначала документальным. Но штука-то в том, что все-таки после революционных событий девяносто первого года было ощущение, что нужно ехать домой и как-то помогать, да, здесь помогать. Было понятно, что перевернута страница, началась какая-то другая история. Я очень надеялся, что мы вышли на чистую воду и что сейчас будет прекрасное плавание на всех парусах. не жалеете? Нет, вот этого чувства нет совершенно. Но есть, конечно, другое ощущение, ощущение того, что заплыли не туда, да, плыли-то на всех парусах и ветер нам дул в паруса, а куда-то сели просто на какую-то мель, да, и застряли. Вот это ощущение, что застряли, и что нужно что-то с этим опять делать, оно очень сильное. Поэтому ты вошел в координационный совет оппозиции? Знаешь, вошел, потому что, я думаю, необходимо сегодня интеллектуалам или интеллигенции просто в полный рост вставать из окопа как бы и занимать какую-то ну, какую-то нормальную позицию человеческую. Ты знаешь, ну, наверное, немного, но просто думают-то все в основном так же, как и мы. Вот в какой момент нужно объяснить этим самым, которые думают так же, как мы, что дальше молчать они не должны? А среди сытых, успешных, театральных, киношных, таких-сяких людей, наверное, все-таки глупцов-то нет и там совсем вот необразованных и не знающих и всю информацию получающих из второго канала телевидения маловато будет, но тем не менее как-то никто не возвысил свой голос. Мне кажется, это не интеллектуальная проблема, вот ты говоришь, глупцов нет, хотя люди разные, но я думаю, что это не проблема интеллекта или его отсутствие. Я думаю, что люди травмированы очень сильно, понимаешь, те, кто там в детстве, в юности застал Советский Союз, ты тоже застал, да, и Катя застал, а главное, те, кто рос в советских семьях, они очень сильно травмированы, и травмы эти, они не выговорены, они не отрефлексированы обществом, это главная проблема наша. Поэтому все терпят. Поэтому страшно, поэтому терпят, потому что опыт чудовищный 20 века в нашей стране. Володь, ну вот я как режиссер у тебя говорю, не верю. Ну что такое, ну что сделают? Выгонят с работы, не дадут поставить спектакль, не посадят, в тюрьму не посадят точно, родственников не расстреляют, ничего не произойдет. То есть в самом страшном случае карманом поплачешься. Я не имею в виду этих несчастных парней с болотной, которые сейчас сидят в тюрьму, в тюрьме. Я имею в виду именно вот уже более-менее известных людей. Известных людей. Почему они молчат? Я тебе говорю, я искренне считаю, что это травма. Это травма, но она... Ты добрый. Ну, дело не в том, что я добрый. Я так, я просто, я понимаю эту проблему как нашу общенациональную проблему, в том числе и тех людей, которые во власти. Они же тоже травмированы. Ну, ты посмотри, что они творят. Всего рода мастерства. Ну, послушай, ты посмотри, что они творят. Я в них камни бросить не могу, но люди, которые работают у нас государственными чиновниками, они разрушают государственные институты. Ты хочешь сказать, что это их с детства научили? Я хочу сказать, что они боятся этого государства. Они делают все, чтобы приобрести собственность за границей, чтобы увезти туда семьи, чтобы не иметь с этим государством ничего общего. Вот тут я с тобой соглашусь. Боятся так, что вот позавчера была на заседании Попечистического совета при Ольге Юрьевне Голодец, такой у нас есть вице-пример по социальным вопросам, очень недушная женщина, надо сказать, и деловая. И обсуждали там проблемы сочетания благотворительности и государства. Поскольку известно, что в тех же там фонд «Подари жизни», в тех же онкологических больницах играет очень большую роль, и прозвучала такая фраза, что деньги благотворителей нужны всегда, когда государство не успевает купить, потому что действует закон. «Нутраль вальти летели», действует это 94-е ФЗ, которое по закупкам, то есть сначала конкурс, стендер, там они должны объявить, все прочее. А ребенок болеет в этот момент, и ему прямо вот сейчас нужно лекарство. Ну вот, и потом говорят, вот так боится врач сказать, что у него кончилось дорогое иностранное лекарство, что боится главврачу сказать, и боится сказать дальше, наверх, что начинает капать больному ребенку вместо химии физраструктуры. Это какое чудовищное искажение вот этой врачебной этики. Сильнее чего? Страх. Что с тобой сделают? Выгонят с работы, а тут ребенок умирающий. Вот вообще все перевернулось. И получается, что в вашем кругу то же самое? Ну, конечно. Это невроз, это болезнь. Фактически это психическое заболевание. Можно об этом говорить вполне всерьез. И культура, конечно же, должна лечить эти неврозы. Пока наоборот, получается. Нет, нет. Если бы не культура, если бы не театр, литература, кино и так далее, мы бы вообще не знаем, где были. Это единственное, что у нас вообще есть живого в нашем обществе. Что осталось еще живым, понимаешь? Сейчас Владимир у нас есть с вопросом. Владимир, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Ирине я хотел бы вас задать вопрос. Ирина, вот как вы думаете, если, допустим, вот выступить с такой инициативой, хотя бы вы выступили, пригласили западных музыкальных звезд сделать благотворительный концерт в пользу больных детей онкологических, ДЦП и так далее, чтобы хотя бы наши посмотрели артисты и наше правительство посмотрело, что есть как отношения в Англии, особенно в Англии там благотворительные делают концерты, как у них и как у нас. Спасибо, Владимир. Я, знаете, думаю, что то, что касается детей больных, то сейчас нет проблем в России собрать благотворительный концерт в пользу больных детей. Правда, серьезно вам говорю, то есть тут мы продвинулись и любой Англии дадим некоторую фору. То, что касается темы, о которой мы с Владимиром Владимировичем сейчас говорим, о том, почему деятели культуры и искусства и так далее молчат, видя, что происходит вокруг, почему никто, ну, почти никто из них не говорит открыто, что думает, вот на это, пожалуй, у нас еще пока кишка тонка. А если про детей, то тут как раз можно вполне себе объединять усилия. Мы продолжим вот на ту тему, на которую мы говорим. Мне все-таки очень интересно. Вот те люди, которые соглашаются стать доверенными лицами, известные, замечательные, вроде бы ничто не предвещает, что они так вот развернутся, они что боятся потерять? Во-первых, Ира, нужно иметь в виду, что большинство из них аполитичны, они просто стараются не вникать в то, что происходит в стране. Это такая очень распространенная поза страуса, закопавшегося головой в песок. Это типично и для молодежи сегодняшней, и для студенчества, и это типично для интеллектуалов, то есть огромное количество людей. То есть такой художник, который, я не помню, кто говорил, я буду рисовать свое яблоко, даже если фашисты войдут в Париж. Ну, например, да, они просто не желают иметь дело с реальностью, а как ты понимаешь, для человека, который занимается искусством, это проще пареные репы. Такая башня и слоновой кости. Ну, конечно, ты сидишь в своих текстах, сидишь в своем театре и знать не знаешь, что там у тебя за окном происходит. И все очень удобно. Ну, почему ты вдруг слез с этой башни и слоновой кости? Ты знаешь, это не вдруг произошло, это произошли какие-то события. Это подробности. Да, в 2000-е годы как бы просто произошли какие-то события серьезные. Мы все знаем, что это за события. Мы понимаем. Хорошо, они же их видели все. Какие события ты имеешь в виду? Орест Ходорковского? И Орест Ходорковского, и как бы какие-то бесконечные. Хорошо, а Беслан, после которого Будёнок оказался просто Беслан, разумеется, и Норд-Ост, разумеется, и так далее. Много событий, которые ну, как бы заставили меня политически очнуться, да? Потому что ты хочешь сказать, что это тоже был такой аполитичный? Я не могу сказать, что я был аполитичен, но, знаешь, это еще было время, когда интернет не был таким активным, не так присутствовал в нашей жизни. Я занимался театром, мне казалось, что самое главное делать свое дело хорошо, да? И через свои спектакли, через как бы этот разговор все равно был, да, о реальности, но он был опосредованным. Мне казалось, что прямо говорение не обязательная форма, так сказать, гражданского поведения. А потом оказалось, что надо сказать прямо. А потом оказалось, что нужно говорить прямо, что как бы прошло время эзопового языка и, так сказать, сложных метафор, да? Вот нехорошо при одном режиссере хвалить другого, но я с удовольствием посмотрела в МХТ спектакль Кирилла Серебренникова лес по Астровскому. Во-первых, я в очередной раз удивилась тому, что я не понимала никогда, что Астровский писал комедии, это действительно смешно. Но потом там замечательная сцена, где этот юноша клянется в любви престарелой этой помещицы, он дико похож на Путина, который клянется, значит, приносит присягу там на Конституции и так далее. Просто все сделано так, что все все понимают, зал орет от восторга просто. Замечательно. Ну, это негативный персонаж. Вот, я просто хочу сказать, что мне очень понравилось, и поэтому я согласна с тобой, что книги, театр, кино, это все-таки то, что у нас есть, и мало, очень мало, но выражает некое прямостояние, так скажем. Но примеров мало такого прямостояния. Ты знаешь, ну, ведь тут нужно говорить о том, что наши руководители все время пытаются упростить общество, да, оно исторически все время усложняется, они его хотят превратить в казарму. Сегодня решили, что будет единый учебник истории. Вот, это же школьная форма. Путин сказал, ну, форма. То есть, что такое единый учебник истории? Это единственная точка зрения, да, на нашу историю. Единственное правильное, единственное верное. Это и есть упрощение. Почему так происходит? Я думаю, проблема в том, что это в основном люди в погонах, или бывшие люди в погонах. И им кажется, что руководить, это значит давать приказы. Руководить, это значит навести единообразие в стране, чтобы все слушались умных начальников. Чтобы был устав, по которому все живут. Да, и чтобы была форма и устав, по которому все живут. Ну, это же глупость несусветная, правда? Не то, чтобы глупость, но, так скажем, устаревшая натура. Ну, ну, как бы, современное общество категорически не принимает, ну, вот, такое единообразие. Оно для него является вредным, да? Нельзя живого человека пропустить через мясорубку и превратить в фарш, опять слепить форму, да, и сказать, это тот же человек. Видите? Он же имеет ту же форму. Ты мне напомнил песню, которую мы пили на картошке. Фарш невозможно провернуть назад. Совершенно верно. Ты понимаешь, это беда, то, что общество усложняется не по дням, а по часам, а начальство категорически этого не понимает. До такой степени, что, например, не в состоянии понять, насколько для общества важна драматургия, да? Насколько важно, чтобы вот существующее расхожее мнение встречало противоположную точку зрения, чтобы возникал не только, так сказать, да, чтобы возникал спор. Ведь контрапункт, спор, это энергия. Между полюсами накапливается энергия. И за счет этой энергии живет страна. То есть они хотят... Страна развивается за счет этой энергии. развивается. Жить и угасать она может и без всяких. Да, совершенно верно. То есть динамика возможна только в ситуации как бы вот этих напряжений между полюсами. В том числе и в экономике это так. Это не только так в политике. конкуренция. Конечно, конечно. Собственно, конкуренция есть двигатель прогресса в любом абсолютно сегменте. Да, а мы как бы все время нас пытаются вернуть опять в циклическое время, да, традиционное циклическое время, каким живут традиционные общества, где вроде бы движение есть, но при этом это движение по кругу, ничего не меняется. Сто лет проходит, двести лет проходит. Аграрный способ. Да, а меняются только сезоны, понимаешь, а все остальное как было, так и есть. Сезоны. Я хочу спросить твою жену. Катю. Катя, в каком настроении Володя приходит в заседание координационного совета? Оппозиция. Надо сказать, если люди, которые следят за его деятельностью в координационном совете, Володя присутствовал на двух из них, потом у него не получалось. Не получалось по-честному, потому что у него есть студенты вот в киношколе и он предпочитает вместо того, чтобы заседать в координационном совете, общаться со студентами. Но когда он там бывает, он, конечно, приходит, да, Матерится? Нет, просто вздыхает и выпивает, я бы так сказала, рюмку другую. Нет, но я считаю, что вот очень хорошо Кирилл Рогов эту тему сказал. Он говорит, я считаю, что это такая игра зорница, да, то есть деловая игра, по сути дела, очень полезная для политиков или для начинающих политиков. Я считаю, что важно, что эти люди, имеющие категорически разные точки зрения на все, буквально, что они просто сидят за одним столом и разговаривают. Это то, что наше начальство себе позволить не может поговорить с обществом, да, сесть за стол и просто поговорить с людьми. Вот то, что политики разного уровня, разной степени сложности люди, да, но разных взглядов, что они регулярно садятся за стол и разговаривают, это само по себе это просто очень хорошо. То есть, пока это просто разговоры, возможность каждому высказаться, или это некая попытка договориться по ряду вопросов? Я думаю, что это попытка коммуникации прежде всего. Это самое главное. Это важнее всего. пока нам хорошо в дороге, мы не за результат. В каком-то смысле да, потому что все-таки настоящая политика требует и ресурсов, требует партстроительства, требует вообще очень многих как бы серьезных действий, да. Я понимаю, что я не самый активный член Координационного Совета, но для меня я тебе скажу, для меня действительно было очень важно показать моим знакомым, друзьям и так далее, что бояться не надо, нечего бояться, что оппозиционная точка зрения, пребывание в оппозиции, это норма, это конституционная норма. Володь, ну вот сейчас спрошу тебя неприятную вещь. Давай. Но ведь ты действительно же не ставишь сейчас, не снимаешь особо сейчас, ты учишь студентов, я была на последней твоей премьере в Театре на Таганке, великолепный спектакль, тоже, кстати, по-островскому, спасибо тебе большое. Ну, здорово. Вот, но сейчас, вот если я спрошу, над чем работает режиссер Мерзуев, что ты мне ответишь? Над сценарием. Над сценарием, но когда ты его осуществишь? Ну, вот этого я сказать тебе не могу. То есть за тобой не стоят в очереди эти театры, может быть, потому что они знают, что ты входишь в оппозицию? я думаю, что эта проблема существует, несомненно, конечно. Конечно. То есть, где-то твои коллеги, которые понимают, что оппозиция это опасно, то есть, как сказать, мешает карьерному росту, так скажем, а они правы? Ну, я думаю, что, конечно, они правы, они знают, что... последствия, разумеется, но смотри, ну, как бы не бывает вообще жизни без тем, чтобы чем-то не пожертвовать ради чего-то, да, это нормально для человека. Вот, я думаю, что это неприятно, когда приходится чем-то жертвовать, ну, в данном случае, там, работы, любимый, да, но я готов жертвовать, потому что я считаю, что это в каком-то смысле это важнее сейчас. Кать, а ты согласна? Да, я абсолютно согласна. Во-первых, я хочу такой пример привести, что там, про Мерзуева-то, в общем, он широко известный в узких кругах, а там, скажем, Ксения Собчак, которая, в общем, полетела отовсюду, как бы ее выгнали, и все. Я думаю, что вот это напугало очень сильно людей, потому что ее же все время ассоциируют еще с Путиным. То есть уж если, да, уж если с ней так поступили, и вообще там деньги отняли, обыскивали, и все, то что же, значит, сделают? Выгнали с Первого канала. Да, отовсюду выгнали, абсолютно отовсюду выгнали. Ну, с дождя не выгнали. Ну, с дождя, слава богу, нет. Но я хочу сказать, что посмотрите на Ксению. Это же чудо какое. Просто человек, ну, она человек, она достойный человек. Она совестливый человек. У нас следующий вопрос, точнее, даже следующая тема. Вот что, чего стоит? Вот стоит ли успех такой сиюминутный того, чтобы поступить со своими, не на Андрееву говорила, не могу поступить со принципами, а вот поступить со своими какими-то убеждениями, своими, может быть, детскими мечтами, в самом хорошем смысле этого слова. Ну, правда, мы же все читали в детстве «Три мушкетера» и вот эти вот благородство, смелость, отвага, желание постоять за друга, желание жить свободным человеком, это все, ну, как-то вот важно для нас, несомненно. Может быть, намного важнее, чем поставить очередной спектакль, тем более, если это какая-то легкая пьеска. Так ведь? Ты знаешь, все даже еще сложнее и проще. Дело в том, что для режиссера, ну, думаю, для актера и для писателя его совесть или его душа это его инструмент, он этим работает. Если этот инструмент грязный или ржавый или тупой, то, в общем-то, ты ничего сделать-то толком не можешь, поэтому у тебя и выбора-то нет. Если ты чувствуешь, что ты должен что-то сделать там для общества, для своей страны, и ты этого не делаешь, то все. То есть все заканчивается. Ты не можешь и спектакль-то поставить толком после этого. Вот как папа мой умный сказал про одного известного режиссера. Когда тебе изменяет совесть, те последовательно изменяют за нею ум и талант. Вот. Совершенно верно. Абсолютно под этим подписанным. Нет, это даже еще с точки зрения просто эгоистической. То есть тебе кажется, что с тобой ничего не произойдет. Но это очень опасное мнение. С тобой точно произойдет и не самое приятное. это многие фильмы и спектакли были поставлены и сняты. Да, это, в общем, классическая тема, да. Конформист? Конечно. Да-да. А что еще? Мефисто прекрасный спектакль, фильм, я считаю, блестящий. Портрет Гоголя, да, в общем, тоже про это. Ну, это понятно. Давайте посоветуем, что еще почитать и посмотреть. На эту тему? Да. Про то, что последовательно изменяют ум и талант. Ну, обыкновенная история Гончарова, да. И начиная с этого, да. Ну, все это, на самом деле, очевидно, то есть очень просто, но, с другой стороны, очень сложно, потому что процессы эти, они не очи... Они как бы, ну, такие очень медленные, что ли. Это происходит как-то по миллиметру каждый день. Это же не вдруг, раз, и все меняется, весь твой состав меняется. Это происходит потихоньку, ты этого не ощущаешь, это как радиация. Ты этого не чувствуешь, но все перерождается в тебе. И в какой-то момент, вдруг, почему-то, ты не можешь сделать нормальный фильм или сделать человеческий спектакль, а ты даже не понял, что произошло, а просто ты полностью поменялся, ты другой человек. Да и лицо у тебя изменилось, и вообще разговор, и походка. Это вот к этому же вопросу, если упомянуть Михаила Борисовича Ходорковского. Ну, это же чудо, что с ним было и что стало. Ну, я не знаю, что было, но предполагаю, как бы, могу себе представить. Он был обычным олигархом. Обычным олигархом, а стал совершенно изумительным мыслителем, человек честный, который вообще себя, в первую очередь, не предал. Вот это, мне кажется, очень важно. ему позавидовала. Да, да, вот это вот фантастика, конечно. Это фантастика. Вот, так что, в общем, есть куда стремиться, я могу сказать. У нас примеры. Не хотелось бы, что такими... Нет, 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 это, конечно, крайности совсем, но просто, мне кажется, ты должен, как бы человек, должен думать о себе тоже. Да, сохрани себя. Сохрани в первую очередь, и тогда вокруг тебя тоже всё будет сохраняться. А когда с тобой что-то не так, кто... Ну, я в какой-то момент сформулировал, вот когда там меня спрашивали, вот Канада, Россия, почему вы уехали, почему вы вернулись, я нашёл такую достаточно афористическую, мне кажется, форму. Дело в том, что в России, может быть, очень трудно жить, периодами просто очень душно и тяжело, но здесь невероятное экзистенциальное трение, да, и это трение, трение, которое тебя всё время развивает, ты всё время находишься, в ситуации динамического движения, ты... У тебя есть шанс всё время совершенствоваться. Это испытание, да? Конечно, испытание жить в России, те вызовы, которые ставит перед тобой жизнь, постоянно, они заставляют тебя реагировать. Это верно, это глубоко. как интересно. А я-то думала, что мне тут так нравится? Я тоже своего рода возвращенец, я не столько лет прожила в Америке, но тем не менее тоже. В 91-м году была в отпуске в Москве, и вот как раз вот прям вот в августе. И, конечно, уже после этого жить где-то не хотелось совсем, а хотелось домой, помогать, строить, и вообще что-то делать. Это вот очень знакомое мне чувство. Я помню, что в Канаде, когда мы были так вот очень быстро, как-то одномоментно, стало модно прыгать с тарзанки, вот знаешь, с дикой высоты, на такой резинке, на резинке. Ну да, но нужны острые ощущения. Вот. И я на них смотрела, на этих людей канадских, причём, ну там всякие разные, такие добродушные, такие толстые. Я думаю, ну вот вас бы всех в Россию на полгода, вы бы не захотели прыгать с этой резинкой мордой об воду. Ну как бы это ужасно было просто. То есть мне казалось, что вот ничего страшнее придумать нельзя. Но человеку нужны эти острые ощущения. И там, кстати говоря, вот эта их городская жизнь, она тоже, вот они борются там, я не знаю, с... С истребителями кроликов. Да-да-да-да. Как вот эти животные, которые едят... Еноты, еноты. Вот они без конца, вот они устраивают там какие-то, значит, команды, они смотрят, у кого трава подстрижена, у кого нет. Всё, это всё равно, это вот, вот этот вот вызов адреналина постоянный. их проблемы так мелки, потому что все крупные решены, что они, вот нам тоже надо к этому прийти. Нет, Ира, я с удовольствием... А мы к этому придём? Не дай бог вообще. Да не ладно. По кому? То есть ты хочешь... Нет, чтобы заниматься енотами, нет, я бы не хотела. Нет, что-то другое, как бы, хочется просто другого уровня, потому что я бы... То есть я зверь покрупче, покрупнее. Нет, я бы хотела, например, вот добиться того же, что, например, существует в Америке, вот такая вот сеть университетов, которая бы покрыла вот всю страну просто. Вот я считаю, что это просто задача покруче, там, истребление... Енотов. Енотов и этих, которые... Ну, неважно. То есть это было бы... Вот это здорово. Как бы ты должен всё время куда-то стремиться, чтобы сделать жизнь лучше вокруг себя. Ну, правда. Ну, да. Как говорил один мой ещё знакомый, уровень жизни, это не только деньги в кармане, это ещё вид из окошка. Совершенно верно. Если понимать вид из окошка в широком смысле, то есть благопристойных граждан, которые ходят голосовать свободно и независимо, то вполне себе такую Россию я бы тоже очень хотела. А ты о чём мечтал бы? Как ты думаешь? Чего мы можем достичь? Ну, я думаю, что сегодня лучшая часть общества уже достаточно зрелая. Действительно, для того, чтобы осуществить самые смелые планы. Но просто нужно... Людям нужна свобода. Они должны пользоваться этой свободой. Другого пути нет. Если не будет в стране самодеятельности, в самом широком смысле слова, то не будет ничего. А вот это-то как раз очень для начальства неудобно и опасно. Когда люди самостоятельно мыслят, самостоятельно действуют. Когда у них есть свои проекты, планы, ресурсы и так далее. Это становится сразу для начальства очень опасно. Потому что им кажется, что свободный, самостоятельный человек им угрожает. Им он не угрожает. Угрожает. Конечно, угрожает. Не потому, что кулаком грозит, а потому, что им невозможно манипулировать. А начальству нужно манипулировать. Конечно, но мы же это видели на выборах, как они это делают. Ну, а вдруг будет такое начальство, которое не будет хотеть. Так вот, вдруг начальство только в результате выборов и возникнет. Понимаешь, тут как было логическая цепочка. Поэтому, ну что, что поделаешь? Общество нельзя остановить, его нельзя затормозить. Его можно только убить. Его можно уничтожить. Что сделал Сталин, например. Общество усложнялось, оно было слишком сложным для его концепции, для казарменной, как бы, жизни. И Сталин его просто пустил под нож, это сложное общество. И оно стало гораздо проще. Ну, я надеюсь, что как бы нынешнее руководство, как бы оно Сталина не любило, но на это оно как бы пойти не может. Ну, по крайней мере, потому что у них друзья в Сардинии. Ну, хотя бы. У Сталина же там не было друзей. Хотя бы. Может быть, один мотив. Вдруг Сильбеу осудят. Да. Понимаешь, ну, по-другому нельзя. Поэтому, поэтому, если ты не можешь притормозить, остановить общество, уничтожить его, тогда ты должен с ним вступать в диалог и слушать людей, чего они хотят. Причем, разные группы хотят, население хотят разного. Общество очень, как бы, неравномерно, да. И вот все эти группы должны договориться друг с другом. Скажи мне, как режиссер, у тебя должно быть дико интересно за этим наблюдать. Мне дико интересно за этим наблюдать. И есть много каких-то текстов, через которые я мог бы эти ощущения выразить в театре и в кино. Но нет ресурса, понимаешь? Вот я очень хочу дожить до того времени, причем желательно быстро, чтобы у меня хватило сил и времени насладиться теми спектаклями и теми фильмами замечательного Владимира Владимировича Мирзоева, которые он снимет и поставит, и на который у него будет ресурс, потому что все мы будем жить в стране, в которой у нас будет самодеятельность. В самом широком смысле этого слова. А вас, друзья мои, я очень благодарю за этот разговор, потому что, мне кажется, мы сегодня удивительным образом поговорили о чем-то очень-очень важном. О вот этом самом прямостоянии, которого надо требовать прежде всего от себя.